Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Чем отличается крещенская вода от святой? Я вам скажу по секрету, что крещенская вода такая же святая, как и святая вода. Она же Великая Геазма, она же Крещенская, она же Богоявленская, она же просто святая вода. Под одним и тем же названием преподается верным одна и та же святыня, которую священнослужитель освящает в день Богоявления или Крещения и накануне его, в Крещенский сочельник, 18-19 числа. Вода эта совершенно одинаковая по своим духовным свойствам. И так же скачет в жизнь вечную, как любая другая вода, как мы об этом читаем в молитвах на ее освящение. Но надо сказать, что другое чинопоследование читается в эти дни. Оно больше, оно глубже, оно торжественнее. И поэтому только чинопоследованием отличается крещенская вода от воды обыкновенной святой, которая освящается так называемым малым чином освящения воды. В требнике есть как и первое, так и второе. И на самом деле сказать, что вот крещенская вода, она сильнее, чем вода обыкновенного освящения, малого освящения, будет не совсем корректно. Ну как-то так получается. Господь 19-го числа дает 100% своей благодати на эту воду, а допустим 20-го числа дает уже 27. Разве есть какой-нибудь аппарат, который измеряет силу благодати Духа Святого? Не видел, не слышал. Поэтому любая вода, которую мы пьем с утра натощак с молитвой, «Господи Боже мой, да будь и дар Твой святый», если есть просвора, «святая Твоя вода во оставление грехов моих, просвещение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощих моих, любая-то вода будет тебе во исполнение всего того, о чем ты сейчас помолился». Крещенская ли, святая ли. Но, конечно же, поскольку у крещенской воды есть особый статус, когда священник приходит причащать человека, находящегося уже при смерти, который уже не может вкусить тело Христово, он причащается великой агиасмой. У каждого священника есть в требном наборчике небольшой флакончик, именно с крещенской водой. Такое решение церкви, такая древняя традиция, приобщившись к таинству крещения Господа Бога нашего в водах иорданских от Иоанна, эта вода обладает особыми свойствами. Но мы не можем увидеть это своими телесными глазами, мы принимаем это на веру, что вода эта особая, очистительная. Но она не стоит в каком-то особом магическом возвышении над водой обыкновенного малого освящения. Поэтому не скорби сердцем, если у тебя нет дома крещенской воды, которую ты не можешь пить с утра натощак. Есть простая святая вода, простая, конечно, в кавычках, то пей ее, и Господь Бог дарует тебе ровно столько благодати через приобщение к этой материальной святыне, сколько ты можешь вместить пей ты хоть крещенскую воду, хоть воду малого освящения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok